После провала, ориентированного на детей фильма «Бэтмен Робин», студия решила идти более серьезным путем, которым не позволяло идти до этого другим режиссерам, предыдущим режиссерам фильмов «Бэтмен». И фильм «Бэтмен. Начало» стал более серьезным, с абсолютно серьезным подходом для взрослых людей, более темным по настроению. Но несмотря на это, в фильме все-таки было парочка смехуечков и шутеечек. Как говорят создатели, в комиксах, мультиках, в фильмах есть пробел в биографии Бэтмена в 7 лет. И вот этот пробел заполнили в фильме «Бэтмен. Начало». Историю и сценарий к началу «Бэтмена» написал Дэвид Гойер, который не закончил его и ушел режиссировать фильм «Блэйд 3. Троица» 2004-го. Дописывал и дорабатывал уже сценарий к «Бэтмен. Начало» Кристофер Нолан, который и стал режиссировать фильм. «Бэтмен. Начало» номинировался на «Оскар» за лучшую операторскую работу, а Кристиан Белл, сыгравший Бэтмена, номинировался на премию «Сатурн» как лучший актер и получил за роль аж 9 миллионов долларов. Режиссер Кристофер Нолан и сценарист Дэвид Гойер номинировались на премию «Сатурн» за лучший сценарий. Лиэм Ниссон номинировался как лучший актер и еще было несколько номинаций у фильма «Бэтмен. Начало». А вот актриса Кэти Холмс номинировалась как худшая актриса на «Золотую малину», но зато за роль она получила 1 миллион долларов. Фильм «Бэтмен. Начало» скрывали под заголовком «Игра в запугивание», когда снимали и разрабатывали, чтобы сохранить разработку проекта в секрете. Сценарий именно с таким названием и был разослан актером, и уже гораздо позднее они узнали, что это новый фильм про Бэтмена. Вы можете мне не говорить, для того чтобы, если меня вдруг спросят, я не вынужден был лгать. Братья Вачовски, которые теперь являются сестрами Вачковски, отказались режиссировать фильм «Бэтмен. Начало», чтобы режиссировать вторую и третью часть фильма «Матрица», про которых я рассказывал в отдельном ролике и ссылка есть в описании. Далее на пост режиссера фильма «Бэтмен. Начало» планировался Монот Шнилья Тушьямалан и Даррен Ароновский, но в итоге пост режиссера получил Кристофер Нолан, а продюсером фильма стала его жена Эмма Томас. А роль Бэтмена тогда могла уйти Киану Ривсу, Джейку Джилленхолу, Дэвиду Духовной, Генри Кавиллу и Хиту Леджеру, которые рассматривались на роль. Я не гомик. Также пробовался Киллиан Мёрфи, но в итоге он получил роль Пугала. А что, трудности какие-то? А сам от роли Бэтмена отказался Джош Хартнетт. От которого были без ума не только все девочки, но и их мамы. В интервью Джош Хартнетт очень витиевато и уклончиво упоминал про то, что он отказался от роли в фильме Бэтмен и толком так и не сказал, почему он именно это сделал. И я могу сделать только два вывода. Либо он слишком запросил большую сумму денег и ему отказали, либо его агент отговорил от роли, потому что предыдущий фильм Бэтмен Робин чудовищно провалился, и многие актеры получили номинации как худшие актеры, и даже стали худшими актерами. И ничего кроме денег от ролей в фильмах Бэтмен не получили. Знаю. Как и всем предыдущим актерам, игравшим Бэтмена, Кристиан Бэйл сказал, что ему также очень чудовищно тяжело было играть Бэтмена, и он ненавидит свой костюм. В нем было чудовищно темно, жарко, потно, и от него болела голова. И из-за того, что в этой части Бэтмен говорит напрягаясь, кричащий, бурлящим голосом, Кристиан Бэйл периодически на съемках терял голос. У Кристиана Бэйла до съемок в фильме «Бэтмен. Начало» умер отец, и у Кристиана тогда началась депрессия, и он даже думал бросить кинокарьеру. Но его выбрали на роли фильма «Бэтмен», он получил 9 миллионов, и тогда Кристиан как раз закончил съемки в фильме «Машинист», для которого очень сильно похудел. Будешь худеть дальше, исчезнешь вовсе. Режиссер Кристофер Нолан сказал Кристиану Бэйлу стать настолько большим, насколько он сможет. И теперь у Кристиана была задача вернуть нормальный вес и набрать мышц. Но Кристиан перестарался и набрал мышц и жира аж на 40 килограмм. И стал весить около 99 килограмм. Но это оказалось слишком много для «Бэтмена», и режиссер Кристофер Нолан, увидев его, сказал «Ты перестарался, давай теперь сбрасывай». И Кристиану пришлось опять сбрасывать вес. Затем я делаю себе косметическую маску из мятного крема. Режиссер Кристофер Нолан не любит компьютер. Режиссер Кристофер Нолан не любит компьютерную графику в фильмах про Бэтмена и старается ее избегать. И поэтому в фильме «Бэтмен. Начало» он не злоупотреблял компьютерной графикой, а использовал ее лишь тогда, когда это было необходимо, а не когда это было можно. В основном там все эффекты практические, а не сделанные на компе, как современные фильмы про супергероев. Также Кристофер Нолан не использует вторую съемочную группу для съемок в фильмах, и все сцены абсолютно в фильме «Бэтмен. Начало» сняты под его режиссурой. Новый «Бэтмобиль» был настолько крут, что актер Кристиан Белл попросил у режиссера Кристофера Нолана, можно ли ему оставить его себе. Но Кристиану, конечно же, отказали. Новый «Бэтмобиль» не сразу стал «Танком», и было несколько версий до этого. Но в итоге «Бэтмобиль» стал смесью «Ламборгини» и «Хаммера», и его дизайн и разработка стоила несколько миллионов. Насчет «Бэтменов» Кристофера Нолана, актер Вэлл Килмер, игравший Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», сказал, что именно вот таким он и надеялся, что будет фильм «Бэтмен навсегда», когда ему дали первоначальный сценарий фильма. На роль комиссара Гордона в фильме «Бэтмен начало» режиссер Кристофер Нолан хотел изначально взять Криса Купера, но Крис отказался. Далее на роль рассматривался Курт Рассел, но в итоге роль Гордона получил Гэри Старый Человек и получил за роль 3 миллиона. А Энтони Хопкинс отказался от роли Альфреда в фильме «Бэтмен начало», и ее получил Майкл Кейн. Лавренций Огнерыбов рассматривался на роль Люциуса, но в итоге роль получил Морган Свободный Человек. От роли Дюкарта в фильме «Бэтмен начало» изначально отказался Дэниел Дэ Льюис и Вига Мортенсен, и роль взял на себя Лиэм Нисон, для которого это стало первой отрицательной ролью в фильмах. А от роли Фласса в фильме «Бэтмен начало» отказался Джо Пантелиано, и роль получил Марк Бунт Джуниор, который до этого играл у Кристофера Нолана в фильме «Мементу» или «Помни» 2000 года. «Бэтмен начало» и сцену с его автомобилем еще пародировали на церемонии MTV. Пародия называется «Тэнкман Бегинс», режиссером которой был Джоэл Галлен, режиссировавший пародийную комедию «Недетское кино» 2001-го, про которую я рассказывал в ролике про пародийные комедии. А то, как «Бэтмен» неожиданно исчезает, пародировали в мультике «Южный парк», где так исчезал и появлялся Мистерион Кенни. Они все еще собираются, где? А я уже здесь. Обвалив отсюда пока. А теперь я здесь. Музыка в фильме «Бэтмен начало», которую написали Ханс Циммер и Джеймс Ньютон Ховард, офигенная. И я много раз ее слушал, и она до сих пор уже много лет лежит у меня на жестком диске, периодически, который я переслушиваю. Также по фильму «Бэтмен начало» вышла игра на ПК. И теперь расскажу про парочку интересных моментов из фильма «Бэтмен начало». На час 18 пугало говорит, что «Бэтмен» слишком серьезно к себе относится. Ты слишком серьезно к себе относится. Подобная фраза станет фишкой Джокера в «Темном рыцаре». В этом «Бэтмене» на усладу тем, кто нечасто выходит на улицу, сосков на новом «Бэткостюме» нет. А в конце фильма делается намек на продолжение и говорят про Джокера. Точно так же кончался, видимо, комикс «Бэтмен год первый», потому что точно так же кончается мультик «Бэтмен год первый» 2011. И подобным образом на Джокере кончается мультик «Темный рыцарь. Возрождение легенды. Часть первая 2012 года». Кроме Джокера фишек в «Бэтменах» нет. Ну и в конце фильма дубляже загадили финальную фразу. В оригинале там говорят «Имея в виду, что и не нужно говорить спасибо Бэтмену, он не за спасибо делает хорошие дела, а потому что так правильно». А в дубляже здесь всё перевели в стиле «Спасибо, пожалуйста» и всю малину в разговоре обосрали. Нет, обоссали. «Я не успел сказать спасибо». «Не стоит благодарности». Тинь! Несмотря на всю серьёзность фильма «Бэтмен. Начало», в нём есть парочка киноклише, которые используются во многих фильмах. Как и Люк Скайуокер, в пещере Брюс Уэйн проходит через ритуал. «Иперед ты должен отправиться в путешествие внутрь себя». «Это зла владения. Пойди туда». «Но что там?» «То, что с собой возьмёшь». Ну и даже в серьёзной части, всё ещё, прям как в фильме «Бэтмен и Робин» и прочих несерьёзных фильмах, киноклише. Весь вес человека держится всего лишь на одной руке. И ближе к концу фильма было опять киноклише, где вместо того, чтобы добить героя, злодей уходит, оставляя героя живым. «Ты сжёг мой дом и бросил меня как мёртвый там. Считай, что мы теперь квиты». Также в фильме «Бэтмен. Начало» был один киногрех, который я заметил. «На 57-й минуте показывают чёрный тамблер, но когда они начинают его обкатывать, то он цвета хаки». «От чёрного цвета вы их не делали?» «Тинь!» Официально удалённых сцен в фильме «Бэтмен. Начало», к сожалению, в видеоформате нет, но уверен, их было огромное количество, как и во многих фильмах, за исключением первой части «Смертельной битвы». Теперь... А по какой я пойду? Ну, чё там я хотел сказать?» Теперь совсем немного упомяну про актёра фильма «Бэтмен. Начало». Радо Шербеджа, игравший бомжа, в фильме «Бэтмен. Начало», известен ролью Бориса Бритвы в фильме «Большой куш» 2000 года. Про «Большой куш» есть отдельный ролик на канале. «Хорошее пальто». А Радо Шербеджа ещё играл с Лиэмом Нисоном в фильме «Заложница 2» 2012-го. «Твоё девочка пройдёт через такое количество мужчин». А Рудгер Хауэр, игравший Эрла в «Бэтмен. Начало», умер 19 июля 2019 года, в 75 лет от болезни, какой именно не раскрывается. Ранее он играл в «Ночных ястребах» 81-го с «Сильвестром» в столовой. В «Бегущий по лезвию» 82-го, в фильме «Баффи из «Дребительницы вампиров» 92-го, в «Достучаться до небес» 97-го, про который есть отдельный ролик на канале. «На небе только и разговоров, что о море». А также в фильме «Бомж с дробовиком» 2011-го. Про Кристиана Бейла, который играл Бэтмена в фильме «Бэтмен. Начало» я уже подробнее рассказывал в ролике про «Дерминатор 4». можете посмотреть, ссылка будет в описании. А тут далее расскажу про Лиэма Нисона, который играл Расальгула. Расайгуль. 193-сантиметровый актер, страдающий арахнофобией, Уильям Джон Нисон, известный как Лиэм Нисон, играл Расальгула в фильме «Бэтмен. Начало». Ты готов начать? Лиэму на июль 2019-го 67 лет, а родился он 7 июня 1952-го в Ирландии. Сейчас чихну, погоди. В юности он занимался боксом, затем футболом, поступил в университет, изучая физику и информатику, но бросил его и стал работать в театре, играя в пьесах. Затем Лиэм получил роль в фильме «Прогресс Пилигрима» 78-го, сыграл небольшую роль в фильме «Экскалибр» 81-го, где впервые в жизни сел на лошадь. Это лучший и храбрейший из нас. В фильме также было очень любопытно звучащие на русском заклинание. Продолжай. На английском оно тоже вот так же звучит. Дубляжники, оставив вот такое же произношение этого заклинания, меня позабавили. Затем был в фильме «Крулл» 83-го, который номинировался на премию «Сатурн» как лучшая фэнтези и одновременно с этим на антипремию «Стинкер Аворд» как худший фильм. Я бы закаливался. Может быть, для того, кто очень слаб зрением. Примерно в это время Лиэм жил с актрисой Хелен Мирон, с которой познакомился на съемках фильма «Экскалибр» 81-го года. Далее Лиэм играл вместе с Мэллом Гибсоном и Энтони Хопкинсом в фильме «Баунти» 84-го, который, как оказывается, совсем не про шоколадку, а про бунт на корабле. Мне захотелось посмотреть и на другие острова. Вас повесят за дезертирство. Далее играл в пятом фильме о грязном Гарри с Клинтом Иствудом под названием «Смертельный список» 88-го, где в фильме также играл Джим Керри. Как меня уговорили сняться в этой дрянь? После чего Лиэм получил главную роль в фильме «Человек тьмы» 90-го года, о кастинге в которой узнал от своего друга Билла Пэкстона, который также пробовался на главную роль в фильме «Человек тьмы». После того, как Лиэма выбрали на главную роль в фильме «Человек тьмы», Билл Пэкстон не общался с Лиэмом несколько месяцев. Как сказал Лиэм, в основном фанаты у «Человека тьмы» это чернокожие, и они часто говорили ему спасибо за роль. Про фильм «Человек тьмы» я рассказывал в ролике «5 классных фильмов 90-х», которые вы должны посмотреть. Ссылка на этот ролик будет в описании. И фильм «Человек тьмы» наменился как «Лучший ужастик» на премию «Сатурн», а Лиэм наменился как «Лучший актер». Далее Лиэма рассматривали на роль Ван Хельсинга в фильме «Дракула» 92-го года режиссера Фрэнсис Фордс Фокус Коппола, но роль тогда получил Энтони Хипп-Хопкинс. После чего Лиэма рассматривали на роль Джеймса Бонда в фильме «Золотой глаз» 95-го, но роль получил Пирс Броснан. Следующей заметной ролью Лиэма стал список Шиндлера 93-го режиссера Стивена Спилберга. «Этот список само добро». Фильм получил аж 7 Оскаров, включая «Оскар» как лучший фильм, а Лиэм Нисон номинировался на «Оскар» как лучший актер и получил полтора миллиона за роль. «Мне это стоит целого состояния». Про этот фильм подробнее я рассказывал в ролике «Лучшие биографические фильмы». Ссылка на ролик есть в описании. «Все хорошо? Лучше, чем в прошлом месяце?» «Да». После чего Лиэм Нисон играл в фильме «Роб Рой» 95-го получил главную роль в фильме Майкл Коллинз 96-го от главной роли в котором отказался Кевин Костнер. Далее Лиэм за 2,5 миллиона играл Квайс Самогона в фильме «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза», про который есть отдельный ролик на канале и ссылка будет в описании, если кому надо. Играл за три лимона в фильме К-19 «Оставляющая вдов» 2002-го. Это биографический фильм про аварию на атомной подводной лодке. Реальная команда К-19 выразила своё негодование по поводу ошибок и выдуманности некоторых деталей в фильме. Отлично! Большую роль в фильме также играл Харрисон Форд и номинировался на Стинкер Аворд за худший акцент. Но зато получил аж 25 миллионов за роль плюс 20% с прибыли фильма всего лишь за 20 дней съёмок. Знаете, как прозвали лодку в экипаже? Оставляющая вдов. Далее Лиэм за 2 миллиона играл в начале фильма «Банда Нью-Йорка» 2002-го. «Вы озверели в своей злобе». За которой режиссёр Мартин Скорсезе номинировался на Оскар и получил 6 миллионов. А фильм при огромном 100 миллионном бюджете принёс 200. «Упси-дейзи». Фильм планировали снять ещё в конце 70-х и тогда на роль Амстердама планировался Дэн Эйкрейт. «Чем меньше знаешь, тем лучше». А на роль Мясника планировался Джон Белуши. Но Джон умер в 82-м и планы на фильм были заброшены. «Я больше не буду». Позже ещё раз хотели снять фильм и на роль Амстердама рассматривали Мэла Гибсона и Уильяма Дэфо на роль Мясника. Также роль Мясника предлагалась Тому Хэнксу, но он отказался. «Люблю человека, который готов всем пожертвовать ради своих денег». А на роль Дженни была выбрана Сара Мишель Геллар, но она не смогла играть из-за занятости в сериале «Баффи. Истребительница вампиров». И роль отошла к Кэмерон Диас, «Только в Нью-Йорке». Изначальный монтаж фильма «Банд Нью-Йорка» был на час дольше, но в итоге был сокращён до 2 часов 47 минут. «Нас разделяла только Вера». Леонардо Ди Каприо получил за роль аж 18 миллионов, плюс процент с прибыли. «Это всё?» «Это всё». Далее Лиам бросил курить и рассматривался на роль в фильме «Александр» 2004-го, но роль тогда взял Уэлл Килмер, после чего Лиам играл главную роль в биографическом фильме «Кинси» 2004-го, который сделан по биографии Альфреда Кинси, который был биологом и сексологом, а проверк многие мифы в сексе которой и в женском оргазме. Также там в одной сцене Лиам Нисон целовался с мужиком. Подробнее про этот фильм расскажу в будущем в биографических фильмах, а может быть этот ролик уже есть на канале, если вы смотрите данный ролик позже июля 2019-го. Затем Лиам играл вместе с Орландо Блумом в фильме «Царство небесное» 2005-го режиссера Ридли Скотта и у фильма «Царство небесное» есть трехчасовая режиссерская версия. Говорят, Иерусалим лучшее место, где можно спросить прощения. Далее Лиам играл в «Бэтмен. Начало», озвучивал осла в фильмах «Хроники Нарнии», играл в трех фильмах «Заложница», за первые из которых он получил 5 миллионов, а за третьи уже аж 20. первая часть фильма «Заложница» очень достойный, бодрый, жесткий боевичок с Лиамом Нисоном, ну а последующие две части идут просто уже по накатанной дорожке. Далее Лиам занимался еще озвучкой в игре «Фоллаут 3». Затем Лиам за 5 миллионов играл «Зевса» в фильме «Битва Титанов» 2010-го вместе с Сэмом Уортингтоном. «Выпускай Кракена». Фильм при 120-миллионах бюджета принес около 500 и номинировался на премию «Сатурн» как лучшая фэнтези, а также на «Золотую малину» как худший ремейк и за худшее использование 3D. Успех фильма породил еще и продолжение под названием «Гнев Титанов», который вышел в 2012-м, в котором Лиам вновь играл «Зевса» на уже за 7 миллионов. Планировался еще и третий фильм из этой серии под названием «Месть Титанов», но поскольку «Гнев Титанов» при бюджете в 150 миллионов принес всего лишь 300, третью часть отменили. Также Лиам играл в фильме «Команда А» 2010-го, который основан на одноименном сериале, выходившем в 80-х, и фильм при 110-миллионном бюджете принес около 170. «Этого мне достаточно». До выхода фильма планировалось продолжение, но поскольку фильм мало заработал, продолжение было отменено. «Я знаю». После чего Лиам играл в фильме «Схватка» 2011-го, который намерился на премию «Сатурн» как лучший триллер. «Господи, сделай что-нибудь». В трейлере этого фильма показали, как Лиам сражается с волком, но в самом фильме это вырезали, и фильм кончается на непонятке. То ли выжил главный герой, то ли нет. Но в этом вся соль. «Живи и умирай все день». После чего Лиам отказался от роли Линкольна в одноименном фильме режиссера Стивена Спилберга, хотя 4 года Лиам читал про Линкольна и готовился к роли. Но когда настала пора продакшена фильма, то Лиам отказался от роли, сказав, что слишком стар для этой роли. Роль тогда получил Дэниел Дэль Юис. Далее Лиам за 10 миллионов играл в фильме «Морской бой» 2012-го, у которого был бюджет аж 220 миллионов, а принес он только 300 и номинировался на «Золотую малину» как худший фильм. Лиам за роль в фильме также номинировался как худший актер. Ариана получила «Золотую малину» как ху... хуёвая певица. А певица Риана, которая играла в фильме, получила «Золотую малину» как худшая актриса. И ещё у фильма было несколько худших номинаций. Быстро к пульту палец на спуске! Есть! В 2012-м Лиам появился в фильме «Тёмный рыцарь Возрождение легенды». В конце комедии «Телеведущий и снова Здравствуйте!» 2013-го. Играл за 20 миллионов в «Воздушном маршале» 2014-го у режиссёра Жаоме Кальецера. Лиам всего сыграл в четырёх фильмах этого режиссёра, включая фильм «Пассажир» 2018-го. Также Лиам играл главного злодея в фильме «Миллион способов потерять голову» 2014-го. Режиссёра Сета Макфарлейна. «У нас есть миллион способов потерять голову». А затем появился у этого же режиссёра в начале фильма «Третий лишний два» 2015-го и в конце в сцене после титров. «Я не забуду того, что вы для меня сделали». После чего Лиам скинул 10 килограммов и играл у Мартина Скорсезе в провальном фильме «Молчание» 2016-го, который при бюджете в 50 миллионов принёс всего лишь 20. Далее Лиам играл в фильме «Уотергейт. Крушение Белого Дома» 2017-го и играл в фильме «Люди в чёрном Интернешнл» 2019-го. «Сразу скажу, у меня денег нет. У меня есть много необычных способностей». А в 2015-м Лиам снялся в рекламе игры «Клэш оф Клэнс» в образе персонажа из фильмов «Заложница». С 1994-го по 2009-й Лиам был женат на актрисе Наташи Ричардсон, которая в 2009-м умерла в 45 лет от гематомы, полученной после черепно-мозговой травмы, полученной на курорте. У них с Лиамом осталось двое детей. Ролики про предыдущие фильмы про Бэтмена есть в описании к этому видео. Я даже там сделал отдельный плейлист, в котором собрал все фильмы про Бэтмена, которые делал и которые еще буду делать. Также, если кому интересно сравнение ми-бендов третьего и четвертого, то посмотрите в описании к этому видео. Там я сделал эти сравнения. Кому надо перейдите, посмотрите, если интересно. А я хочу сказать спасибо за постоянную поддержку на сервисе Patreon, Сергею Чернову, Сереге Шелесту, Иву Виес, Сергею Миняйлову и Кириллу Кусанаги. Спасибо, что поддерживаете меня, а также спасибо тем, кто также есть на сервисе Patreon и в спонсорах на YouTube. За это вам всем спасибо большое, что поддерживаете меня и не остаетесь и остаетесь небезучастными в жизни канала. Официально удаленных сцен Бэтмен начал, к сожалению, но уверен, как и в любом фильме, за исключением смерти этой битвы. Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4 и полностью ориентированным на взрослых детей Фу, бля, все по-новой, короче. Детей Бэтмена и Робина студили и премию Сатурн как лучший актер. Режиссер и сценарист Криста Фермана получил аж 9 миллионов фурового. В рубашке, бля, пиз... жарко, сука, еб... наебал меня. Как тебя зовут? Вася. Но друзья зовут меня Айгель. Далее Лим бросил курить и рассматривался на руле в американском пироге. Так, расскажу про Бэтмен Начало. Бэтмен Начало начинался когда кончали вам. Бэтмен Начало скрывали под заголовком игра в запугивание, чтобы сохранить в разработке проект в секрете. Вообще неправильно сказал. Но его выбор за который режиссер Мартин с концерта играл за 20 миллионов в воздушном маршале 2014-го у режиссера Жамуе Хуебуе Мукульей. А затем появился у этого Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Ну дубляжники оставив... Давайте